Я представляю свою книгу, я сама ровно, почти что ровно уже, из Парижа. И я привезла сюда с собой свои парижские впечатления, которые понравились моему издателю Савкину, Белитей, и который сделал из этих моих впечатлений сборничек. На самом деле, если перейти на такой прозаический язык, то, в общем, я, надо сказать, нарушила одну из двух табу, которые я себе поставила. Первое табу было никогда не писать мемуары. Вот в этом храме исповедания литературы я должна сказать, что я не люблю мемуары, потому что то, что вспоминается хорошее, жалко, что прошло. А когда вспоминается плохое, вообще грустно. Значит, если вспоминать, можно вспоминать о чем-то очень забавном и сюжетном. Но такие вещи лучше переводить в художественную литературу. Так вот, значит, этого табу я пока не нарушила. Хотя чувствую, что не нарушу, клянусь. А второе табу не издавать сборника статей. И вот это табу я нарушила и всячески оправдываюсь перед собой, что это на самом деле не такие уж всякие, в общем-то, статьи. Они, значит, такие завлекательные, они такие парижские мимолетности. Но это уже вам судить. Но, во всяком случае, каждый из сидящих здесь, возможно, найдет каких-то своих знакомых в этом сборнике. И в отличие от моего первого сборника, который тоже полным-полно наших общих знакомых, здесь они у меня закамуфлированы в масках. Правда, внизу их эти маски снимают. Это роман, значит, рассказывают, кто есть, кто. А здесь просто эти люди, которые действительно живут или жили. Ибо здесь рассказывается и о моих друзьях, и наших друзьях, которые на самом деле их уже больше нет. А сама книжка у меня поделена на четыре раздела. Вот первая из них называется «Игра в классики». Потому что я очень люблю на самом деле книжки девятнадцатого века, у которых всех стоят на полках и все забывают, какие-то были невероятные живые деньги. Тут же еще и не только про писателей, но и про поэтов. Однако не буду рассказывать. Вторая у меня часть, по-моему, это дуэли и дуэты. Это мои интервью. Потому что мне кажется, интервью делится на два раздела. Первый раздел – это когда твой собеседник играет, а ты играешь в логинца. Ты ее вот так вот возносишь на руках, а она там парит разные, делает всякие руками, ногами, жестами. А есть дуэт, когда ты фехтуешься своим собеседником, и когда ты пытаешься загнать его в какой-то такой угол, чтобы он отбивался. Но не так давно, мне сказали, что есть третий вид интервью, которое я недавно брала. Этот человек сказал, из всех видов интервью я предпочитаю допрос. Вот до этого я еще не додумалась. Лавренти Павлович? Это Юрикович, князь Слободов-Ростовский так заявил. Которого я тоже не так давно взяла интервью, которого здесь нет. Потом, значит, «Быки и влики» – это название, основывая наш дева, где рассказывают про тот Париж, который, не знаю, не только вы, но даже парижане. Это такой Париж, с каких-то закололком, выщерблинг в камнях и так далее. И, наконец, четвертый, «Овники и влики и влики» – это немножечко воспоминания о недавно ушедшем с друзьями. И это еще и лицензии. Ну, каждый раз, когда я делаю лицензию или беру интервью, мне хочется этим образом создать портрет человека, с которым я имею дело. И потом, значит, последний, не идившийся мой издатель, Игорь Саткин, который был на месте, потом, значит, заключение два интервью. Он меня берет, а другое интервью беру у него я. Вот. И, значит, я, оказывается, представляюсь в качестве, я называю себя, «синерзла». Вот. Я вам объясню сейчас, почему. Дело в том, что один вопрос в этом интервью о том, как относится к ним. Мы для них, вообще все русские, приезжающие к этому сняли, а мы еще к тому же, такие загадочные, все такие Анастасии Великовой. Вот. И я вспомнила при этом, как в начале прошлого века был такой декадент Сарпеладен. Этот Сарпеладен, он обважал всякие такие романы экзотические, где обязательно в центре была такая доинственная русская графиня или княгиня. И звал меня как-нибудь графиня де Рязани. Или «Синерзла русалки». Мне очень понравилось. Я подумала, что мы все там немножко «Синерзла». Вот. И поэтому с последнего, значит, интервью называется «Разговор книга издателей с «Синерзлой». Ну вот. Вот. Значит, таким образом я немножечко вот представила себя. Может быть, у Кости Кедрова, моего друга, найдется что-нибудь добавить к этому? Потому что рассказ, я подозреваю, немножко сбивчивый. Нет, рассказ не сбивчивый. Не только мой близкий друг. Но это некая разбегающаяся вселенная, той совершенно, ну, как бы Атлантида это назвать, слишком красиво будет. Я даже не знаю, как это назвать. Борячая? Да. Сабгерида такая. Сабгериада. Сабгериада, да. Понимаете? Дело в том, что вот были четыре имени, которые есть и остаются святые. Самых близких и по духу, и по жизни людей, это Игорь Хорин, это Алеша Хвостенко и, конечно, Кира в этом... И примкнувшая в них. Не примкнувшая, а это анима, это душа, это женское начало этого, вот, этой вселенной. Вот. Каким-то образом так получилось, что, несмотря на географическую расспросность, я, например, в Париже только миллиогенрик в самолете прилетел, да? Вот. И первым делом, вот, Кири, первый раз я приехал, когда советская власть начала... Рассовечиваться. Рассовечиваться, да. А сначала я попал, значит, это у Хвостенко в схвате, жесткие кровати у Хвостенко в схвате. И вот там такие, знаете, доски, на этих досках я пришлось больше переночевать. А я, видимо, как принцесса на коробке... И трогала мое сердце, привели я. Да, и Кира, глянув, а там была целая толпа таких же, там всяких поэтов художников, кого только не было. Вот. Я отжалилась и повела меня отмочевать в свою замечательную, в самую замечательную месте в Париже, я считаю. Это вот не ехилю башни рядочком там. И все равно, вот там эта квартирка Хиры, да, по такой видовой лестнице, и когда идешь, то потом, ну, как все, мне кажется, что ноги штопором. Я потом, у меня было такое ощущение, что, когда я вернулся в Москву, я в обратную сторону все время раскручивался. А когда шел по прямой лестнице, мне казалось, что я что-то неправильно не делаю. Ну да. Там было замечательно. Костя, а помнишь ли ты о том, как на тебя напал мой компьютер? Да. У меня, кстати, вот напал это не случайно. Дело в том, что мы решили за ночь сделать сбор. И вот этот компьютер, а у меня произведение называлось «компьютер любви». И по теории Киры, значит, этот компьютер взоревновал. Нет, я могу рассказать, как можно сказать, что я это делаю. Дело в том, что я стараюсь, чтобы не удавлять свои мозги и ручки, и гонять из мозгов все профессиональные ясны. Ни в коем случае, чтобы не делалось ничего профессионального. И вот вдруг, ну, мне снится сон, который я не могу изгнать из сознания. Ни в коем случае, экран этого самого компьютера, такой пустой, серебристый, который светится в темноте. И я как-то пытаюсь его выкрутить из своего сна, а он не уходит, но зато начинает менять очертания. И он превращается в что-то вроде копья или какой-то старого пера из ручки, значит, школьной. И это светящая серебристая коплёнка у нас тут чернотурная. И тут я слышу из соседней комнаты вопль Костя Кедрова. Я думаю, наверное, ему снится что-нибудь, а вопль повторяется. Я так заглядываю, простите, Костя, что с вами? Он говорит, меня что-то ударило в сердце. И он стал кричать, что надо немедленно вызвать самолёт к нам прямо на улицу и отправить его в Москву, потому что это очень всё страшно. Он сказал, Костя, знаете что, давайте доживём до утра, там я пойду вам куплю какие-нибудь сердечные капли, я думаю, всё, пойдёмте с вами. Ибо вы бегаете по квартире-этажей, что вообще носитесь, что я думаю, что если бы это что-нибудь такое было, серьёзное, то, наверное, в общем, вы живы. Утром мы садимся пить чай, уже капли куплены. И тут я не отказываю себе в удовольствии рассказать ночной сон. И тут мы начинаем гадать, что же, собственно, произошло. Мы понимаем, что это был акт ревности. Костя пытался убить компьютер. Причём, да, мнения разошлись. Я сказала, что компьютер этот, это самый мужчина, который приревновал Костю ко мне. А Костя убежал, что компьютер женщина, которая приревновала к нему меня. К ней. Может, он нам другие, скорее всего. А что, тогда было бы два пера, пожалуйста. Не три пера. Так что вот такая замечательная история. Нет, ну это история, понимаете, это как отдельная история, а это и есть жизнь Киры в Париже. Потому что потом какие-то цыгане к нам должны были приехать, и Кира должна была гадать в каком-то шартре. И цыгане ехали часа четыре или пять на картоцикл. Да, да, да. По-моему, они так и это создаются. В результате один вышел сборник. Впрочем, замечательный сборник вышел, этот чёрный квадраж, наш парижский. Да, он вышел, он мне здесь. На французском, на русском языке. Вот, четырёх поэтов. Дело в том, что вот этот губ, это всё, всё, в конечном итоге, ведь вот всё из твоего компьютера, да, и из тебя, и вокруг тебя. И так как-то всегда получалось, и второй приезд в Париж, и другой приезд в Париж. Ну да. И всегда так, и всегда так. Дело в том, что та цивилизация, которую представляет Кира, это, знаете, это, вот говорят, обычно сейчас зациклись немножко на старой эмиграции. Вот книги не такая, вот книги не секая, но мы их всех любим и уважаем, и вспоминаем, и будем любить, и так далее. Вот, но дело, ну, понимаете, каким-то образом мы всегда отворачиваемся от того, что есть, от живой легенды, от живой сказки, от ещё не затонувшей Атлантиды. А это не затонувшая Атлантида, а это русская эмиграция сегодняшняя, которая сегодня находится в Париже. Не 70-х, там надо говорить, годов, а именно сегодняшняя, она совершенно особенная. Она, когда вот пропала битет у французов по отношению к русскому, ещё немножко оставалась, я тогда приехал в 89-м, ещё было. А сейчас есть. Ну сейчас уже, конечно, всё-таки, да, всё-таки никуда не денешься, они очень на нас обиделись. Во-первых, они обидели, что коммунизм всё-таки не удался, они всё-таки в душе все немножечко коммунисты. Которые обожают титулы. Неважно, граф, он в артист, он всё равно в душе считает, что коммунизм здесь не вышел, потому что мы неправильно его сняли. Нет, они там тоже обожают титулы, все эти республиканцы. Конечно. Я кем можно тебя перебью? Вот когда я сидела на безработице, вот, и явилась в агентство, где там нас регулярно проводили собеседование, мол, кем быть, как у Маяковского и так далее, вот. И, значит, поскольку я в этот момент совершенно гениально жила и вообще там занималась театральными концертами, о чём не должно было знать о кем-то, вот. В общем, они у меня стали спрашивать. Они говорят, что это у вас за странная такая фамилия? Я так подняла трагически так спорную кровь, вверху, пустила глаза и сказала, что я по мужу баронеса. Даже сказать, что... Арон де Саргин. Да, фон Саргин. Фон. Жиси Барон. Фон де Саргин. Сирома Мари и Жиси Барон. Они просто обомрили. И, значит, так начали смотреть, говорят, а чем бы вы хотели заниматься, вот чем вы занимались там? Тут я начала пограбить, потому что я сама не могла себе представить, зачем я занималась в Москве для иммиграции. Это было очень трудно, о том-то и не было сказать. И тут я начала краснеть, краснела, краснела, что, что? И тут я хриплым голосом сказала, нюклеер, это значит атомная физика. Тут они отстали раз и навсегда. На самом деле ты задевал поле, это круче только. Да, но я не знала, как это объяснить, хотя бы все свои скатизны. Леонозовская школа, считаю, это круче, дядя. Я ничего не смогла поделать. Я скажу, что пиетет перед приставками, титулами и прочее, там точно такой же. Хотя и там и здесь, на поверхности, некая демократия. Сейчас уже нет, и у них нет. Что это, ругательное слово, фи, свобода вообще. Свобода это вообще запретное слово. Свобода, запретное слово. Скажем, убьют просто ругаться, разработанное число, за то, что. Демократ это ругательство тоже, так что-то. Отвязан. Это в Париже или у нас? У нас нет. Нет, здесь еще, в Париже еще нет. Ну, в Париже сейчас я. Здесь, конечно, свободный, я имею в виду замечательное слово, отвязанный. Не свободный, а отвязанный. Вот скажешь, отвязанный, никто не будет взять другую. Да. Самое спрещенное, что когда бы я не приезжал в Париже, и когда бы я не приезжал в Париже, и когда бы я не встречаюсь, я бы всегда одна эта история. Забастовка авиадиспетчеров, забастовка, а то аэропорты не приедешь. Ну да. До удивления все-таки, страна такая. И уже да нет. Вот насколько Россия, вот национальная идея не свобода, вот насколько, вот, видимо, у Парижан национальная идея... Не только у Парижан, у всех французов, во всяком случае. Они очень такие, вот выглядят они, чувствую, полюбивыми, но... Россия органически не выносит свободу и все. Акина человек свободный, прежде всего. И Холин, и Сапкир, и Леша Хвостенко, это прежде всего свобода. Это вот... Ну, тогда, можешь, манифест хотели... Давайте создадим сейчас манифест. А Хвост говорит, зачем манифест? Значит, манифест уже написан у Рабле, Телемское аббатство. Я говорю, а что там было у Рабле, Телемское аббатство? Я, честно говоря, Рабле, с этими передержи и все эти голуби, которым надо пойти Sellers, я считаю даром встретил до виникального салитета. Еще Сорокина не читал. А вот читал Раблеву, интересно... Раблеву, конечно, только лежа ученик Сорокина. Ясл? Да, там совершенно чим... Да. А я говорю, а что там в этом телескопатстве написано? Там, говорит Алеша, там написано, каждый делает, что хочет. Вот эта свобода, которая была в Холине, в Сапкире, в Кире, это то, чего я не вижу сейчас, ну, за исключением очень близкого круга свобода. Надо, по-моему, организовать школу свободы. Как только скажешь школу, то она и испарится. Вот это и есть, вот эти книги, которые вы видите, это и есть учебники, учебники этой школы. И в чем их главный центр, я никогда не работал в известнях, в новых известнях, потом в Роском Курьере, пока все не приходились. А вот, и я никак не мог объяснить своим дорогим коллегам, которые могут сесть душой застолкнуть, а они читали, а что она сказать хочет? Я говорю, да ничего она сказать не хочет. Это просто Кира, вот, это ее душа, это просто свободный человек в несвободном мире, будь то Париж, будь то Москва, будь то что угодно, потому что у нее всегда, конечно. Слушай, а можно я похвастаюсь? Дело в том, что я действительно свободный человек, но там, где я нахожусь, находится, честно сказать, свобода. Потому что вот у меня всегда, так вручение, не знаю, там, где я нахожусь, их нет, которые не свободны. Тебе не кажется, что я права? И вот мне кажется, что это стоит... Я сейчас скажу, можно, как ты меня в масонах светила? Да. Можно? Давай. Тебя не стучают в рожи? Да постараюсь. Точно. Мы с Кирой пошли на базарь, потому что, как всякие русские приехали в Париж, я хотел очень есть. У тех, конечно, ничего не было, как у всех русских Парижов с весном. И мы пошли на базар. Мы пошли на базар, и Киран мне говорит, а вот это васонский ряд. Представляете, такой вот рынок, там кучка, типа, палашотский, 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 васонский ряд. Что это такое? А это, говорит, начинающий каждый васон, для того, чтобы вступить в ложу, должен сделать какую-нибудь штучку, шедевр какой-нибудь. Фарфоровый колокольчик, там какую-нибудь, вот. И эту штучку должны купить, и тогда считается, что как-то первую станет посвящение. Вот я, я помню, ты купила мне этот пасонский колокольчик. Не разбился? Да, я сказал, можно считать это первым градусом? Я сказал, можно. Я привез в Москву, и всем показываю, теперь оба сон первого градуса из ложек и рассадки. А еще надо сказать, что сейчас мы с Генрихом, ну мы очень, 10 лет, вот, просто, вот, как бы, вот, это была, Холин, Сангир, вот, мы, это была какая-то одна сия, мы под два раза в неделю, под три встречались. Причем, что меня удивляет, я только сейчас понимаю, какой же это был поле, когда Генрих ездил ко мне на Варшавскую и Холин в такие-то годы. Они ездили ко мне на Варшавскую, на эту Артековскую, нечего, мы с вами ездили, вот, и мы встречались, мы ходили по Москве, здесь, тут бутылочка, там бутылочка, выбегал. А в Париж, когда, говорит, тут в Москве, там, сухой закон под разговоры про свободу и человеческие факты, сухой закон, говорили, да, вот. И первым делом, когда мы с Генрихом пошли, пошли по дороге, по дороге, я не только к тебе, он видел такие вот бутылочки, кстати, он, смотри, смотри, что здесь есть, вот эти бутылочки, вот, так, каждый забегал, и так, в каждом, а потом мы выступали на Монпарнасе, да, на Монпарнасе, на Монмарте, ну, где, моля-на-ру, что-то это вращается. Это, Монмарте. 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 О, выше. Значит, где, вот, как, это оказалось около юницы Мулина-руш, Кира выступала, Генрих выступал, я выступал, Хвост выступал, Бион, Бион. Вот, это около самой этой Мулина-руш. И была замечательная парижская погода, вот, апрель, было тепло, чудесно, замечательно, все хорошо. После выступления в театре, в каком-то поэтическом, где мы все в Париже, там, как вы побили, вы тут были такие вены? Я помню, дело в том, что просто вы были вне конкуренции, и все это понятие словили огромный кайф на том, что вы вобили все рекорды, и, значит, все с удовольствием слушали. И даже, между прочим, в чем приятность в этой публике, они слышат красивую речь, и они слушают, как музыка, они медитируют. Да, без переводчика, без переводчика. Мы взяли с зал, Генрих взял, он под раковину изображал, что-то, ха-ха-ха-ха, как стихотворить раковину. Да-да, это я помню. И за нами бежал такой, как моцартовский директор театра, с такими пазами, как вот он сам, и кричал, малифик, малифик. И мы вышли прямо к Мурину Руси, вот я под этой мельницей, и вынимаем, помню, что это коньячок, коньячок, выскажу. Ну, теперь мы имеем право опять бутылочки взяли, только мы их поднесли, только поднесли кубам. Как польет какой-то дождь, какой-то не то снег, не знаю, ветер, ну, просто что-то страшное. Это к тому, что Казира у нас еще и колдун. Кажешь, тоже. Да, она что-то. Я это точно знаю, вот, это у нее и взгляд такой, и что-то такое, вот, наверняка ты была когда-то перед египетской жрицей. Я вот четко, четко видно. И даже ты обратила внимание вот эти изображения перед египетской, да? Ну, да. Там есть твои портреты. Я много раз отвечал. Можно я тебя перебереть? Значит, я не так давно в одном французском журнале, выяснил, нашла очень интересную заметку насчет Клеопат. Которую все там представляют, такая, значит, вся Итан Берштейн, в общем, практически все представят и увидят. А она, оказывается, была против меня, ребят. Она была толстая, она была с косыми глазами, которые смотрели никуда. Вот с такими, значит, жесткими прямыми волосами, вот, и, значит, с очень маленькими руками и ногами. Вот, и я вдруг увидела, что это, как ни странно, очень похоже. Насчет носа там ничего не было сказано. Может, и про нос все эти истории, что он, был бы у него покороче нос и так далее, история бы повернулась спять. Про нос ничего не было сказано. Остальное все это просто какое-то глумливое описание меня. Что самое? У меня еще нижняя челюсть была вообще большая. Нижняя челюсть была крупная. Я просто научился это вслух сказать. Я не уйду к Клеопатии. Я просто так. Ну, вот я говорю. У меня, конечно, отряд с пропасти, кажется, не ум. Ну, Кир, имеешь право. И, имеешь право, я же, в общем, так сказать, я подбел. И дело в том, что, понимаете, вот, не получилось культуры без мистики. Не получилось культуры без мистики. А вот эта школа, которая, а все-таки это школа, вот, которую представлял Холин, Саргир, Кира Саргир, ну, отчасти, ну, грешные. Вот, эта школа не существует без чувства мистического. И что еще притягивается, притягивается громадной силой Кири, это вот эта воронка мистического, бесконечного, которая не только в ее взгляде, не только в том, что она говорит, не только в тайнописи ее слога. Он очень похож на, знаете, это некая иероглифема. Это, это разгар, вот здесь очень соответствуют, между прочим, эшеровские эти самые рисунки, они вполне соответствуют. Вот, я знаю, что Кира мистик, вот, крупный мистик, не из тех, которые просто так, так сказать, занимаются эти развлечения, там, ау, всяк, угоняют. Вот, а в высоком значении этого слова. Да, 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 да. И этот колдовской мистический стиль, он очень характерен для ее прозы. И хотя наши улухи в известиях ничего не поняли, напечатали прозы, потому что я, напечатали все, что я носил, вот. Но, но, в общем-то, придет время поймания. Это, это некая вот такая вот тайна. Вот как Клеопатра, нынешний Рим, вот в том виде, как мы его чтим, Лев, Рим, ну, ведь этот облик он приобрел, когда Клеопатра в Рим приехал. Вот, и под ее влиянием все, 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 все это было построено. Почти вся стилистика вот того, что мы называем Лев, Рим. На самом деле стиль, уничтоженный египетской личной цивилизацией. Клеопатра, он принесла в гости с собой, да, вот это такой прозыгийский. Так вот, я не знаю, в какой степени можно говорить о том, как русская эмиграция и наша русская, московская Клеопатра. Вот Кира Закир, воплощающий ее, вот привезли туда, в Париж. И наша эмиграция любит говорить, Кира часто цепирует, мы увезли Россию с собой на подошвах там и так далее. Но не увезли, а привезли. И возникло нечто третье, нечто другое. Сочетание вот этого Парижского, вот, той Москвы, которая была привезена с собой, вот этих бараков, Леонидовских, вот этих всех этих вещей, которые, понимаете, что-то третье возникло. Что-то третье, да. Не третий Рим, а третий Париж, понимаете. Совершенно другая. Эта цивилизация существует. Она еще скажется в культуре. Она еще очень сильно скажется. Надеюсь, это должно быть так. Да, не всякое сомнение. И более того, мы сейчас видим другой процесс. Когда Кира сюда приезжает, когда приезжают другие из Парижа люди, и привозят к нам сюда Париж, и привозят к нам ту цивилизацию, и происходит какое-то столкновение, и что-то возникает другое. И сегодня мы как раз и присутствуем при одном из таких событий, понимаете, при неком таком мистическом возникновении некой другой цивилизации, понимаете. Потому что другая цивилизация, это та, где, да, будет Москва и будет Париж, конечно, эти города как таковые не исчезнут, но Париж, Москва всегда существовала только вместе с Парижем. Что такое Москва после 12-го года? После 12-го года. Париж после 14-го. Потом ее в 17-м уничтожать стали, почти что извели, как все такое. А теперь снова Париж сюда пришел, снова Париж сюда приходил. А уберите всех русских художников и русских писателей из Парижа, будет не ай-яй-яй. Неинтересно будет. Неинтересно будет. Вы это поняли, вот мы в прошлом году были на книжном салоне когда, в Париж. Ну, кто-то, кого-то пригласил. Кого-то от наших. От наших. Мы поехали, а мы не от наших, а от Парижской. Это министерство Франции нас пригласили. Ну, вот неважно, кто как приехал. Кто-то просто сел и приехал, наблевал и на те, и на другие министерства. Но ясно было одно. Ясно было одно. Для Парижа это было громадное событие. Приезд русских писателей. Еще. Да. Там все ходили худому. И вот присутствует Игорь, ты был у меня там вчера? Ты помнишь, как вообще там такой бум поднялся? Книжки раскупали. Просто расхватывали. Как дефицитные какие-нибудь, я не знаю, как в свое время здесь дефицитные люди. Деликатесы, да. Какие-нибудь, я не знаю, румынские ботинки в, не знаю, в 60-е годы. Так расхватывали русские книги. И я не знаю, в какой степени твои статьи в «Русской мысли» и твои репортажи в «Русской мысли» воздействовали. И как-то так поднимались. Ну, может быть, и воздействовать не знаю. Но я чувствую, благодаря твоим этим статьям в «Русской мысли» это событие, опять же, этот слой останется навсегда. Вот сейчас архив «Русской мысли» сюда приехал, в Москву. Да. Ну, еще. Очень хорошо, но он переехал вместе с Кирой, вместе с ее статьями, вместе с ее многолетним сотрудничеством. Да, в этой пошепке, конечно, немало моих статей. А кроме того, вообще, как говорится, это слово, извиняюсь, пограничное название «судьбоносный». «Судьба оставляет сносом». Нет, вот есть такие пограничные слова, типа «судьбоносный, Марио и Белая энергетика». Вот, значит, «судьбоносным» вышла эта книжка о Париже в тот момент, когда архивы «Русской мысли»… хорошо, я оптимист, но будет по-другому. А это, значит, я хочу сказать добрые слова Борине Кривовой о нашем главном редакторе. Потому что тот, кто кому-то велось читать эту первую книжку, там рассказано… Это роман о «Русской мысли», значит, газета «Зенала моя жизнь», огромное место. И там рассказывается о стечении обстоятельств, в силу которых меня оттуда, как говорится, изгнали. Вот, и она, значит, оказавшись в рулях, она меня туда опять втянула, и надо сказать, что мне ужасно было, приятно с ней работать, потому что этот человек был очень непредвзятый. Она могла как угодно относиться к людям, но на рабочие взаимоотношения это не влияло. Она всегда исходила из какого-то нейралистического подхода к делу, ну, не в 100, но хотя бы в 85 случаях, из 100. И это не было по ситуации свой-несвой, хороший, плохой. Это было интересно-неинтересно, нужно-не нужно. Вот, и благодаря этому, значит, я чувствовала, что меня взяли под крыло. Вот, поэтому я хочу сказать, что я к ней очень хорошо отношусь, и мне жалко, что ее больше нет в «Русской мысли». Вот так вот. – Доктор Кирилл, и в «Национальной библиотеке» ты, наверное, в «Русской мысли»? – Нет, дело в том, что я там совсем даже и не маленький валяю, и к стенде не представляю. – Да, там твоя «Васонская деятельность» какая-то? – Там не моя, ребята. Вообще, надо сказать, «Национальная библиотека» – это такое уравнение со многими неизвестное, что можно просто сойти снова. Вот. Началась свою деятельность я с того, что я расшифровала эти тетради Бориса Кахмова. Это из дядерских архивов. Вот. Это был замечательный человек, который был секретарем Дягилева, который, в общем-то, придумал концепцию русских балетов, и все либреты этих балетов принадлежат практически к охоте Дягилевскому. Ну вот. И я там это дело разбирала. Это было невероятно увлекательнейшее занятие, во время которого я даже сделала своего рода открытие. Французам на это наплевать. Но я думаю, вы поймете, что это такое. Я вот несколько тетрадей увидела, в которых были черновики этих песен Пертинского. Причем самых известных. Это, оказывается, писал Борис Кахмова, который по целомудрию никогда в жизни не ставил свою фамилию. Там просто был Пертинский, Сероглазочка, за кулисами, там, я не знаю, Пани Рена и так далее. Это все Борис Кахмова. И мне было страшно интересно всем этим событиям. Это было какое-то... Как вам объяснить? Я в этот момент почувствовала, что такое театр. Потому что мне казалось все равно, что брежущее изображение, сопротив картин, ничто. И я вдруг почувствовала себя в театре. Благодаря этим тетрадям, благодаря всем людям. Вот. Это счастливый сон продолжался несколько месяцев. А потом, после этого счастливого сона, наступил еще один счастливый сон. Меня перекинули в фонотеку. В фонотеке меня ждали огромные коробки, в которых лежали невероятные вещи. Там лежали пластинки. Не только семьдесят восемь оборотов, но еще быстрее. Восемьдесят четыре. Это патет. Первая патет. Вот. И это был архив одного такого коллекционера, который сейчас находится в Галиамиле. Такой Александр Гадович, который продал их, значит, в национальной библиотеке. Должен сказать, что сам он тоже объект такой, если бы я была коллекционером людей, я бы его сделала жемчужиной коллекцией. Потому что это невероятный авантюрист, который на вырученные за свои пластинки деньги купил в Одессе теплоход на подводных крыльях и решил на нем перебраться в Израиль. И надо сказать, что теплоход на дороге утонул. Но он все-таки добрался и... А он от Крыльев взлетел. А он от Крыльев взлетел. Это фантастический человек, который жив, здоров и процветает. Часто наезжает сюда. Он, наверное, похожий внешне на Владимира Набукова. Так что, в общем, это великий авантюрист, который всю свою невероятную коллекцию, которую об этом разбирала, он ее здесь насобирал на помолках. Ну, что он насобирал, я вам передать не могу. Вам, конечно, ничего не скажете, я вам вот как специалист объясняю. Кто-нибудь слышал как-нибудь от фильма «Берлининер Громофон»? Немецкая. Я слышала. Там собачка такая. Да, это вот такие. А вот такие пластиночки первые, которые только с одной стороны были записаны. Потому что никто не догадался тогда, что можно делать двусторонние записи. Это пластинки года, о которых считалось, что в это время еще пластинок не было. 1884 год. На весь мир, считалось, осталось, может быть, 3-4 таких пластинки. В этой коллекции этих пластинок было, по-моему, минимум 76. И в основном это были русские всякие мелодии. Это были какие-то марши, какие-то песни и так далее. Я там нашла первоиздание. Вы знаете, что там было? Это производилась запись на московые матрицы в храме Христа Спасителя, который был на месте этого и на месте Спасителя, где шалядин пел. Это целая серия этих самых записей в Шаляпино, который пел там всякие духовные присновения, который пел в храме Христа Спасителя. И вот эта запись из московых мастеров с места событий и так далее. В общем, я не буду заводиться, потому что это действительно просто. Да ты заводись, заводись. Ну, если говорить о московых мастерах, да, причем так. Там, например, я увидела пластинку с автографом Сольбинова, пластинку с выступлением Толстого на обратной стороне, это по-французски. Процарапаны и вуфами.